Американская актриса Амур, порожденная Мэри Лита Дороти Флеттон Родилась в Новом Орлеане 10 декабря 1914 года в семье официантов В возрасте 15 лет подделила свои документы для того, чтобы бросить школу и найти работу После этого поступила в школу секретарей, в которой, к ее счастью, не требовалось свидетельства о среднем образовании После победы в 1931 году на конкурсе Мисс Новоорлеан Дороти с матерью переехала в Чикаго, где она стала работать лифтером универмальной Позже она познакомилась с вокалистом Хербиккеем, с группой которого некоторое время выступала на радио Позже покинула группу и переехала в Нью-Йорк, где благодаря одному из друзей устроилась певицей в популярном ночном клубе Эй Марокко Затем она работала в Кабаре на 5 июня, где познакомилась с Луисом Майером, руководителем студии MGM Благодаря ему она в 1935 году попала в Голливуд, где подписала контракт с Paramount В том же году Дороти стала ведущей собственной музыкальной передачи на радио НБС Популярность к ней пришла в 1936 году, после того, как она сыграла Улл Это женский аналог Тарзана в фильме «Принцесса джунглей» Популярными стали ее роли в фильмах из серии «Дорога на» с Богом Хопом и Бингом Кросби, главных ролях Была одной из самых популярных актрис, которые фотографировали на плакаты для американских военнослужащих Наиболее знаменитыми послевоенными фильмами с ее участием стали «Моя любимая брюнетка» 1947 года «Величайшее шоу мира» 52-го «Дорога на Бали» 1552-го в последнем из серии «Дорога на» после которого карьера в Дороти пошла на спад С упадком кинокарьеры «Ламо» начала новую карьеру в качестве конферансье «Кабаре» А также изредка появлялась на театральной сцене В начале 1960-х она вернулась в кино, снявшись всего в трех фильмах А также появилась в телевидении на нескольких сериалах В 1970-е она почти не снималась и большую часть времени проводила с мужем Уильямом Россом Гордом III Для которого вышла еще в 1943 году В 1978-м он умер В 1980-м Ламур выпустил автобиографию под названием «Моя сторона дороги» Последним фильмом с участием Дороти стал «Калейдоскоп ужасов 2» в 1987 году Но после этого она осталась популярна в качестве темы для обсуждения журналов и на телевидении Умерла от инфаркта 22 сентября 1996 года в Лос-Анджелесе в возрасте 81 года Удостойна двух звезд на Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию и развитие радио Вот такую информацию я нашел в Википеде о американской актрисе Дороти Ламур Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok